На востоке Украины участились случаи нарушения режима перемирия. Это отметили в своем новом докладе наблюдатели миссии ОБСЕ. В Донбассе только за последние сутки украинские военные открывали огонь по позициям ополченцев и по населенным пунктам несколько десятков раз. В Донецке и в пригородах есть пострадавшие разрушения. Ну а сейчас на прямую связь со студией у нас Виталий Арутюнян. Он находится в Киевском районе Донецка, если я не ошибаюсь. Виталий, здравствуйте. Как сейчас обстановка в городе? И какие у вас данные к этой минуте о последствии обстрелов? Да, Ирина, доброе утро. Действительно, мы были в Киевском районе с самого утра, но сейчас там находится небезопасно. Так вот, мы в Киевском районе были на улице Арестова и снимали, как во двор жилого дома прилетел снаряд от системы залпового огня «Град». В результате разрыва пострадал дом, пострадала газовая труба и до сих пор идет выгорание газа, но, несмотря на это, ремонтные бригады находятся на месте и работают. Вот там, в Киевском районе, обстрелы очень сильные, потому что до аэропорта там буквально несколько километров и взрывы там слышны, ну, по ощущениям, наверное, каждые 10-15 секунд. Это взрывы артиллерийских орудий и, как я уже сказал, системы залпового огня «Град». Я предлагаю послушать, что нам рассказали в «Гургазе». Несмотря на такие обстрелы, специалисты выполняют свою работу. Поврежденного запровода среднего давления диаметром 500 миллиметров. Без осознабжения осталось 2800 абонентов. Восстанавливаясь сейчас пытаемся. Работа очень трудоемкая, скажем так, и опасная. Как вы слышите, сейчас идут разрывы. Но это уже закрыли подачу газа. Как бы остаточное давление выгорает. Ну, надо сказать, что сегодня ночью обстрелы на какое-то время стихли, но с утра вновь возобновились. И массированный обстрел идет, если можно так выразиться, по традиции трех районов города Донецка – Киевский, Куйбышевский и Петровский. Там есть разрушения среди жилого фонда, есть инфраструктурные разрушения. Есть также погибшие два человека и пострадавшие четыре человека. Всего, по данным городской администрации, за сутки украинская артиллерия нарушала так называемый режим перемирия больше 60 раз. Но есть также информация, что обстрелы ведутся со стороны поселка Пески. И по предварительной информации, обстрелы могут вестись силами территориальных батальонов. В частности, тербатальон «Сич», который открыто объявил о том, что он не подчиняется Министерству обороны Украины. И таким образом их действия могут быть неподконтрольны Киеву. Вот если вы можете сейчас слышать, то работали системы ГРАД. Вот, скорее всего, это были прилеты. Сложно сейчас определить по звуку. Но прилеты, я имею в виду, на территорию города Донецка. Вот такая вот обстановка напряженная здесь остается. И в эти минуты, надо сказать, что глава ДНР Александр Захарченко проводит встречу с главами городов ДНР. Видимо, будет что-то обсуждаться на этой встрече. Обсуждаться, в частности, в связи с тем, что обострилась военная ситуация здесь, в ДНР. Ирина. Спасибо. Наш специальный корреспондент Виталий Арутюнян следит за ситуацией в Донецке. Город продолжает обстреливать украинские силовики.